Добрый день! Зеркальная мельница. Это еще один шейп-мод кубика 3х3. Крестовина, как от кубика 3х3, поэтому собирается очень похоже. Зеркальная версия обычной мельницы Мирв Видмил Куб. Это просто Видмил Куб. Отличается тем, что все элементы одноцветные, но имеют разную толщину, то есть самый толстый свой, потоньше, самый тоненький. Аналогично, как у обычного кубика Рубика, есть версия Миррор Куб или Миррор Блокс. Собирается как мельница, только проще. Все это по таких, как кубики 3х3 и теперь немножко поподробнее. В перемешанном состоянии меняет свою форму. Мы видим, что у нас всего лишь два квадратных центра. Один подлиннее, другой покороче. Те, которые вот такие косые, это боковые. Я буду начинать с того, что длиннее, поскольку в зеркальных головоломках я привык делать именно так. Рядом с центром нужно расположить ребра. Ищем ребра. Например, вот самые длинные ребра. Ставим возле своего центра. Видим, по размеру совпадает. Значит, хорошо. Здесь все ребра имеют один цвет, поэтому неважно в каком порядке их расставлять. Ставим соседние. Еще одно. И еще одно. Вот собран крест. Теперь надо сделать его правильным. Совмещать цвета здесь не нужно, но нужно развернуть центры, чтобы потом с ними не мучиться. Поднимаем, отводим в сторонку. Так же, как в обычной мельнице. Возвращаем, возвращаем. Как, впрочем, и в многих шип-модах кубика 3х3. Поднимаем, отводим в сторонку. Разворачиваем центр в нужное положение. Возвращаем ребро. И ставим на место. Остается еще одно. Отводим в сторону. Поворачиваем в нужное положение. Возвращаем. Ставим. Видим, крест у нас правильный. F2L я покажу двумя способами. Методом для начинающих и при помощи F2L. В методе для начинающих мы просто находим любой угол, поскольку они все одинаковые. И при помощи прямых или обратных пиф-пафов ставим на место. Находим еще один угол. Ставим. Вот угол. И вот видим еще один угол. Он стоит на месте, но неправильно. Поднимаем. Ориентируемся вот на эту плоскость. То есть, вот это как бы белый цвет, если брать обычный кубик рубика. Он как бы смотрит вверх, поэтому три пиф-пафа. Первый слой собран. Ставим второй. Как и в обычной мельнице, здесь нужно обращать внимание на положение ребра. Оно может располагаться вертикально, как вот это, или горизонтально, как вот это. Если ребро располагается вертикально, то в данном случае его надо отводить в правую сторону и ставить его только налево. Отводим в правую сторону. Поднимаем. Вывращаем. Вывращаем. Вот пара получается хорошая. Устанавливаем его на место. Если же ребро располагается горизонтально, как здесь, то ставить его мы будем направо. Соответственно, вот сюда отодвигаем влево и делаем зеркальный алгоритм. Если отступить от этого правила, к примеру, вот у нас горизонтальное ребро, и мы захотим его поставить сюда. Отведем вправо. Поднимем. И вот уже на этом этапе мы увидим, что пара некрасивая, то есть неправильно они расположены. Нам это не нужно, поэтому вернем на место. Расположим так, чтобы оно становилось вправо. Отведем влево. И загоним на место. Интуитивно до этого можно догадаться, но попробовав с одной стороны, с другой, это не сложно. Вот у нас первые два слоя собраны. Теперь покажу при помощи F2L. Поскольку в зеркальной мельнице много одинаковых элементов, часто будет случаться такое, что наверху уже будут готовые пары. Просто сразу их загоняем. Ищем дальше. Видим, к примеру, вот угол. Вот ребро. Угол горизонтальный. Ребро вертикальное. То есть разное положение. Это равносильно трехходовке на кубике 3х3. Здесь еще одна готовая пара, но я ее разобью, чтобы показать следующую ситуацию. Вот, к примеру, есть у нас угол. И вот ребро. Этот угол вертикальный, и ребро вертикальное. То есть это равносильно одноцветной паре. То есть опускаем, соединяем и получаем пару. Как видно уже из моих действий, постоянно собираются пары. Поэтому собирать F2L здесь гораздо предпочтительнее. Ну, видим такую ситуацию. Приводим к трехходовке и загоняем. Первые два слоя собраны. Остается OLL и PLL. Ну, видим, что у нас здесь галка. Сделаем в два этапа, чтобы было интересней. Два пиф-пафа, либо один обратный. Получаем крест. Ну и видим, что у нас рыбка. То есть вот этот цвет как будто желтый. Можно по методу для начинающих расположить вот таким образом. И пиф-пафами развернуть. Ну или просто сделать рыбку. Мы сделали OLL и можно удивиться, что у нас появился скип. На самом деле здесь скип абсолютно всегда. Поскольку PLL это перестановка ребер и углов. А здесь ребра и углы на каждом слое одинаковые. Поэтому переставлять их не имеет смысла. Головоломка собрана. На всякий случай я покажу еще сборку с объяснениями. Допустим, вот так вот перемешана головоломка. Находим квадратный ровный центр. Выбираем из них, которые подлиннее. Вот этот. Ставим ребра в любом порядке, поскольку они одноцветные. Два ребра. Ищем еще. Третье. И вот четвертое ребро. Выравниваем центры. Отводим. Отводим в сторону. Отводим в сторону. И теперь все равно. Мы здесь также поднимаем. Отводим в сторону. Подворачиваем центр. Возвращаем. И опускаем. И делаем так с каждым центром. Вот я повернул неправильно. Просто отвожу в сторону. И поворачиваю с другой стороны. Крест собран. Центры стоят правильно. Если вы собираете FQL методом для начинающих. То есть отдельно углы, отдельно ребра. То углы то ладно. А вот ребра важно не собирать ромашками или лесенками. Как в некоторых обучилках предлагают. Эти алгоритмы разворачивают центры. И вам придется их заново переворачивать. Уже более сложными алгоритмами. И это ни к чему. Поэтому либо используйте алгоритмы, которые показал я. Либо собирайте FQL. Это будет проще. Видим пару. Ставим. Дальше смотрим. Ну, к примеру. Вот эту пару достанем отсюда. Разобьем. Видим, что у нас угол горизонтальный. Ребро вертикальное. И трех ходовок. Ищем дальше. Ну, видим. Вот уголок стоит на месте. К нему нужно ребро. Вот ребро. Если оно вертикально, то мы его отводим вправо и устанавливаем сюда. Было бы горизонтально, то делали бы зеркальный алгоритм. Так. Ну и остается одна пара. Достанем уголок. Видим. У нас вертикальное ребро. А это как бы белым смотрит вверх. То есть отклоняем от себя. Соединяем. Получаем пару. И ставим. Дальше мы здесь получаем на запятую. Ну, можем сразу сделать запятую. Хотя нет, это не запятая. Это диагональ. Давайте лучше в несколько этапов. Топилового-то нет. Сейчас сначала сделаю какую-нибудь галку. Так. И при помощи обратного пиф-пафа сделаю крест. Вот это. Это получился while-while. То есть, ну, видно, что это восьмерка. Давайте, на всякий случай, я по методу для начинающих разверну пиф-пафами. То есть, вот этот цвет как будто желтый. Он смотрит назад. Значит, делаем два пиф-пафа. Подворачиваем следующий. Это как бы смотрит желтым вверх. Значит, четыре. Ну и все. Головоломка собрана. Зеркальные вещи мельницы и фишер-куба, они значительно проще, чем их цветные аналоги. Разноцветная мельница собирается подольше. Очень простая головоломка. Рекомендую попробовать сначала разобраться самому. Но если уж не получится, то вникать в туториалы. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.